7 июня на базе Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета состоялось открытие международной научно-технической сессии, химические методы увеличения нефтедачи, вызовы и возможности, период изменений. Мероприятие посетил помощник президента Республики Татарстан Ренат Галиев. В ходе сессии будут представлены российский и зарубежный опыт применения химических методов, а также обсуждены дальнейшие направления развития этих технологий в российских нефтяных компаниях. Данная научно-техническая сессия, ее основная цель направлена на то, чтобы рассмотреть текущее состояние и перспективы развития химических методов увеличения нефтедачи. Это одно из перспективных направлений в нефтегазовой сфере, но сегодня в связи с тем, что появились определенные ограничения, здесь необходимо пересмотреть стратегию развития этого направления в России. И здесь как раз на площадке Казанского университета собрались ведущие нефтяные компании, специалисты из науки, из нефтегазовой отрасли, которые как раз вовлечены в эту тематику. Представители нефтегазовой отрасли России в лице сотрудников компаний, экспертов, а также молодые и зарубежные ученые Казанского университета принимают активное участие в дискуссиях и тематических сессиях. Мы приехали с докладом по оценке эффективности проведения ФХМУН. Я думаю, что мы, наверное, первая компания, которая реализовала метод сингл-вэл для исследования скважин, которая может оценивать, и мы имеем уже много практических примеров по оценке эффективности химических методов увеличения нефтеотдачи. Ожидаем в первую очередь очень пообщаться с коллегами, потому что устали от этих квадратиков прямоугольных на экране. Поэтому пообщаться, новые знакомства, обменяться опытом и, может, в процессе совместной работы возьмем какие-то новые идеи, инсайты, которые помогут в нашей совместной работе. Конференция продлится до 9 июня. В ходе мероприятия представители нефтяных компаний обменяются актуальным опытом, а также найдут пути развития, технологии и вызовов при применении химических методов увеличения нефтеотдачи, что особенно актуально в условиях глобальных изменений.